Практическая экология, природное наследие, краеведение, археология, все это и многое другое предстояло обсудить участникам форума, организованного Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество». На встречи историки, краеведы, путешественники и просто активные люди, которые своим трудом доказывают неравнодушие к родным подмосковным местам. Это, безусловно, работа в команде, это обязательно работа, которая должна вестись не только отдельно взятой структурой, там школа, и отдельный музей, или отдельное общество само, а это обязательно должно быть команда, в которой семь бизнесов, которые, понятно, какую-то роль не исполняют, и, собственно, такие мероприятия, перспективы, они приведут к тому, что мы все начнем объединяться. В президиуме знаменитый путешественник, писатель и журналист Виталий Сундаков, который вручает диплом Русского географического общества Одинцовским краеведам, хранителям истории Антону Кузнецову, Андрею Ткачуку, Виктору Воронкину. Отдельная благодарность Булату и Тимуру Апсатаровым, представителям Одинцовского отделения Русского географического общества. Мы очень рады приветствовать вас на территории Сундаковского района и очень приятно взаимодействовать с нашим отделением Российского географического общества, потому что какие-то совместные, небольшие пока мероприятия мы проводим, но уже мы находимся на этапе подписания соглашения взаимодействия уже с отделением непосредственности комитета. Подмосковный форум состоял из нескольких тематических секций, начали с икового географического образования и просвещения. Участники форума имели возможность представить свои проекты на суд коллег по историко-крывеческой и экологической работе. Далее речь пошла об археологии родного края и военно-патриотическом воспитании. О сохранении русских традиций в работе с детьми рассказал руководитель исторического клуба Яровит Виктор Воронкин. Антон Кузнецов представил палеонтологические находки каменноугольного и юрского периодов на территории Одинцовского района. Александр Лазункин рассказал о проекте по археологии Одинцовского края. Своей работой по развитию электронной Одинцовской библиотеки поделился Владимир Белко, а путешественник Анатолий Гречищев рассказал о семейном туризме, увлекательном и непростом направлении, цель которого – популяризация семейных ценностей и эколого-патриотическое воспитание молодежи. Почему я посчитал, что проект «Семейный экологический туризм» будет в рамках форума РПО? Ну, как бы мы не любили нашу Родину, как бы мы не пытались популяризовать ее географический, регуляционный, научно-творческий потенциал, в основное время, когда нам вот этот богатство придется передавать нашим деткам. С недавних пор в Одинцовском районе развивается подводное плавание. Его продвижением занимается семья Псатаровых. Минувшей весной любители-подводники провели экологическую акцию по очистке центрального пруда города Одинцова. Всего на форуме были озвучены свыше 30 докладов, интересных и значимых, направленных на сохранение подмосковного наследия. Мария Пагипольская, телекомпания Одинцова.